Пресс-секретарь президента России отрицает причастность властей к крушению самолета Евгения Пригожина. Турция не видит другого решения, кроме возобновления работы Черноморской зерновой инициативы. Главами Турции находятся с визитом в Киеве. В Кремле заявили, что непричастны к предполагаемой гибели Евгения Пригожина и других членов группы Вагнера, которые разбились в Тверской области. Дмитрий Песков призвал дождаться результатов расследования, а также генетической экспертизы. Чиновник пока не подтвердил посещение Путиным похорон Пригожина в случае, если факт смерти будет официально установлен. Сейчас, естественно, вокруг этой авиакатастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это ложь абсолютно. И здесь, конечно, нужно исключительно, освещая эту проблематику, основываться все-таки на факторах. ЧПС-бизнес Джетом Эмбраев впервые прокомментировал Александр Лукашенко. Я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин, признался руководитель Беларуси. Лукашенко также утверждает, что ядро вагнеровцев остается в республике. Ранее СМИ писали о демонтаже лагеря ЧВК под Осиповичами. Снимочки из космоса, заявил Лукашенко. Турция не видит другого решения, кроме возобновления работы Черноморской зерновой инициативы, заявил в пятницу в Киеве министр иностранных дел Турции, отвергнув возможность рассмотрения Соединенными Штатами другого маршрута. В Киеве заявляют, что прилагают все усилия, чтобы восстановить функционирование зернового коридора. Президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече обсуждалась также формула мира. Говорили про формулу мира и подготовку глобального саммита мира. Про ситуацию, которая склалася через педли российские удары по зерновому экспорту в Черноморском регионе. Очевидно, что это удары по глобальной безопасности. Разом с Туреччиной мы можем крок за кроком безопасность повертать, что уже неодноразово доводило. Москва, обвинив стороны в невыполнении условий, вышла из соглашения, которое в течение почти года позволяло миллионам тонн украинского зерна покидать страну по морю, несмотря на войну, развязанную РФ. В последние недели российские силы нанесли несколько ударов по портовой инфраструктуре в Одессе и в портах на Дунае. Прошел ровно месяц с военного переворота в Нигере, в результате которого отстранили президента Мохаммеда Базума. Усилия посредников результата не дали на карту поставленных авторитет в регионе. Речь идет и о соседях по континенту, экономическом сообществе западноафриканских государств. Там заявили, что готовы от слов перейти к делу. Накануне военные Нигера потребовали от посла Франции покинуть страну. В Париже уже заявили, что не признают указаний путчистов. Нигер — бывшая французская колония, одна из беднейших стран мира, зависимая от международной помощи. После путча она приостановлена. В Испании ширится скандал с главой Королевской Федерации Футбола Луисом Рубиалесом, затмевая яркую победу испанской сборной на недавнем чемпионате мира. Накануне десятки футболисток отказались от дальнейших матчей до тех пор, пока Рубиалес не уйдет с поста. Напомним, что на церемонии награждения чемпионата он поцеловал в губы капитана команды Дженнифер Эрмоса. Дело о возможном сексуализированном принуждении передано в прокуратуру. По закону Рубиалеса нельзя уволить без решения суда. Сам же он уходить отказывается к возмущению властей и игроков женской команды. Рубиалес извинился за поцелуй, сославшись на то, что на церемонии награждения его переполняли эмоции. Он признал свой поступок неуместным.